Салимал Су слов сотрудников полиции человек пояснить не может ничего, у него провал памяти. Также он пояснил, что питался ягодами и потерялся, найти не мог дорогу домой. Обнаружили его сотрудники Ямал-Спас совместно с родственниками. Как я ранее уже говорил, в Салимал были направлены сотрудники ГКУ Ямал-Спас из Салихарда в количестве 8 человек. И также администрацией муниципального образования села Салимал были задействованы порядка 15 человек добровольцев каждый день. Министерство финансов направило в Минтруда новый законопроект с рабочим названием о гарантированном пенсионном продукте. В Минфине сообщили, что они в ближайшее время планируют представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство. Формирование накоплений будет делом исключительно добровольным, то есть для того, чтобы начать уплату взносов от граждан потребуется некое действие. Помимо этого, законопроектом предусмотрены налоговые льготы для бизнеса, налоговые вычеты для граждан и гарантия сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства. Уже имеющиеся накопления в системе обязательного пенсионного страхования граждане также смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту. В ведомстве уточнили цель проекта создания государственной системы сохранности добровольных пенсионных накоплений, также стимулирования самостоятельного формирования накоплений. 8 сентября на Ямале состоялся единый день голосования, в рамках которого проходили 10 избирательных кампаний. Избирались главы поселений Ханемея и Горковского, выборы в представительные органы Лабытнанги, Ноябрьска, Салихарда, дополнительные выборы депутатов городских дум в Губкинском, Муравленко, Таркасале, Тазовской районной думы. Также проходили довыборы в законодательное собрание Ямал-Ненецкого автономного округа. Довыборы были объявлены в связи с переходом бывшего депутата Елены Зленко на работу в Совет Федерации Российской Федерации. По данным Ямальского избиркома, на довыборах депутата Заксобрания Янао по Салихарскому избирательному округу избран Алексей Денисов, выдвинутый «Единой Россией». За него проголосовали в три раза больше избирателей, чем за его ближайшего соперника. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов также посетил избирательный участок. Он принял участие в голосовании за депутата представительного органа автономного округа и в выборе депутата городской думы муниципального образования города Салихарск. Соревнования по футболу открылись в Арктике 3 сентября, и на протяжении шести дней здесь шла серьезная борьба за места в тройке сильнейших. Всего на соревнования заявились девять дружин, и это рекордное количество команд за все время проведения спартакиады. Помимо опытных за призовые места боролись и начинающие спортсмены, воспитанники ФСЦ «Лидер» и учащиеся Ямальской школы. Темной лошадкой турнира стала дружина детского сада «Солнышко», не просто успешно преодолевшая групповой этап, но и вошедшая в призы. В воскресенье в ходе напряженной борьбы были выявлены призеры и победитель. Третье место завоевала команда детского сада со счетом 10-4 в решающем матче, обыгравшая юность. В финале сошлись учитель и администрация. Равная борьба шла до последних минут. Победителя выявилась серия пенальти. Удача на этот раз была на стороне администрации, одержавшей победу со счетом 7-6. Учителя на втором месте итоговой таблицы. Прошедшие выходные состоялось одной из самых ожидаемых событий осени – день рождения поселка. Два дня праздника подарили Ирсалинцам множество интересных эмоций и яркое позитивное настроение. Огромное количество интерактивных площадок, спортивных состязаний, централизованных представлений, приправленных хорошей осенней погодой, не оставили равнодушными гостей масштабного действа. В этом году мы увидели немало нового выступления опытных ходулистов, мастеров анимации и костюмированного перформанса – все это театр чудейства. На протяжении двух дней празднования задорный ритм празднику задавали музыканты из студии этнических барабанов «Полиритмия». Своими музыкальными импровизациями они с легкостью собирали вокруг себя толпы зевак. Профессиональная команда по футбольному фристайлу во главе с чемпионом мира Анатолием Янчевым запомнилась впечатляющими трюками с футбольным мячом. Кулинарные конкурсы, всевозможные мастер-классы, картонный город, фланкировка – это только малая часть того, чем организаторы праздника смогли порадовать ирсалинцев. Подробнее о том, как прошли праздничные выходные, смотрите сегодня в нашем вечернем эфире. Вечером 6 сентября в преддверии праздничных выходных состоялся автоквест мотивом мультика «Цветик-семицветик», который подготовили специалисты молодежного центра «Импульс». Разнообразить свой вечер после работы вызвалось 7 команд. Каждая состояла из 5 человек по количеству посадочных мест в легковых автомобилях. На старте всем участникам напомнили о правилах квеста, также о правилах дорожного движения участникам напомнил инспектор ДПС. Старт и команды помчались. Задача каждой – разгадать маршрутные листы с загадками, ребусами и головоломками. Но головоломки были не единственной сложностью. Организаторы хорошо постарались и спрятали на контрольных точках «Цветки» так хорошо, что далеко не все успешно справлялись с поисками. По окончании мероприятия была определена тройка лидеров. Лидером квеста стала команда «Финансисты». Второе место заняла команда «Василек» и «Лютики». Почетное третье место – команда «Четверг», представляющая ЯТВ.